Когда Виктор Николаевич Бондарев только был назначен на должность главнокомандующего ВОВС, это было незадолго до празднования столетия военно-воздушных сил, и опять же звонит его поручениц, говорит, главком очень попросил, вот будет сниматься программа «Коля чудес» у Якубовича, она будет именно посвящена этому делу, вот там спеть. Мне очень не складывалось, но новому главкому тем более не откажешь. И я, в общем, туда приехал. А, предварительно мне звонит продюсер, говорит, да-да, вот, ну, вот, мы ждем вас. Я говорю, мне не хочется, вам не хочется в «Поле чудес»? Я говорю, нет, не хочется. Я говорю, я там работаю недалеко от вас на этом же этаже. Ну, ладно, но песню надо спеть. Я говорю, какие требования? Он говорит, песня должна быть до трех минут, веселенькая. Я говорю, понял, до свидания, спасибо, это не про меня. Ну, как? Ну, в итоге мы договариваемся, я ему посылаю несколько клипов, там, он, все хорошо, классно, ну, определяемся, врачи прилетели. Приезжаю на съемки, приезжают там главкомы, там, клуб главкомов Зелин, ну, бывший, там, Корнуков, «Царство небесное» недавно умер, Михаев, Тейнекин, значит, ну, и мы там репетируем, приезжает Бондарев, к этому продюсеру, значит, так, значит, вот он споет две песни, я на телевидении работаю, я знаю, что это пульформат, и что там все очень ограничено, он, нет-нет, мы уже поговорили, он споет одну песню, как одно, он должен спеть «Грачей и летчика», и я стою, думаю, елки-палки, ну, сейчас, ну, я вижу, он его, ну, так, шашку начинает доставать, и я такой, Виктор Николаевич, он, помолчи, так, ну, в общем, к счастью, все равно, я одну песню спел, мало того, куплет один обрызывали крайне, вот. Спасибо.